Всем привет, дорогие друзья! 500 тысяч миллионно кратно извиняюсь за шумы в микрофоне в моём. Да, я просто... ленивый человек и не хочу их изморовать. Итак, в чём у нас сегодня суть? Сегодня мы будем менять модель Криса Уокера на модель Криса Уокера. Но из демо-версии. Из демо-версии игры, это там, где вот мы бежали, короче, бегали от Криса в подвале. Знаете, что мы делаем? Я сначала покажу мод, потом покажу туториал по установке. В общем, киллер показывал уже подобный мод, но только он менял модель главного героя, а не модель врагов. То есть, можно было поменять там Майлза на Трагера и всё такое. У меня возникла такая идея, что если заменить Криса Уокера из оригинала на Криса Уокера из демо-версии, будет прикольно. К тому же мне из демо-версии он нравится больше, он такой прям огромный, прям такой... Ну, короче, мужчина... Мужчин всех. Вот. Пару нюансов есть, о которых я сейчас вам расскажу. Вот. В общем, начинаем. Вот мы сидим, пишем, типа... Вот у нас появляется Крис Уокер, смотрите, что мы делаем. Когда мы скачали этот мод, мы нажимаем F1 и выбираем Enemy Function. Change Chris Model. Мы нажимаем... Извините, что кричу. Так. И вот... А, ну, в принципе... И вот у нас появляется Крис из... Той самой... Того самого демо. Вот такой вот он. Ходит у нас тут. Давайте мы побегаем, что ли, от него немножечко. Так, сейчас вот он уйдёт отсюда. Страшно. Он такой, на самом деле, даже более криповый. У него какие-то там порезы на спине. Вот. Ещё у него... Лицо так странное выглядит, будто он маску носит какую-то. То есть, видите, там прям... Отчётливое разделение. Ой-ой-ой! Я же испугался! Чё он меня так заметил резко? Ты чё её пугаешь, Крис Уокер? Ну да. Ну да. Ну да. Давай-давай. Ну и... Ой. Ага. Ну и чё? Ну и чё? Вот такой вот он у нас стоит. Вот у него здесь какие-то, вон, порезы на спине. Странный позвоночник. Он прямо такой мускулистый какой-то. Ну и... Да, вот такие вот у него руки. Естественно, он... Он, естественно, выглядит очень непрогруженным. Текстурки у него очень такие прямо мыльные. Ну а чё вы, в принципе, хотели? Это Крис Уокер из демо-версии. Вот. То есть... В принципе, если вы скачиваете, не ждите, что даже если он на максимальной графике... Даже если максимальной графике сделаете, он у вас... Не будет прямо таким... Высокополигональным, да? Ну давай-давай. Ну давай-давай. Ну давай. В общем, в чём у нас заключается второй нюанс? Это в том, что... Крис Уокер у нас... Да и, в принципе, наверное, всё другие модели, которые мы можем заменить с помощью этого мода. Вот. Он, как бы так сказать, заменяется, но... Немножко странно заменяется. В общем, дело в том, что... Как только он диспавнится, как только он исчезает из локации... Вам придётся заново его менять. То есть, вы опять нажимаете enemy function, опять change Chris Model. И не знаю, честно говоря, с чем это связано. Ну хотя нет, я знаю примерно, с чем это связано. Это связано с тем, что... Модель, как бы его... Она... Скажем так... Не заменяется полностью, а она просто изменяет свой внешний вид. И, соответственно, когда он диспавнится из локации... И потом появляется уже в другой... То он у нас становится обычным Chris & Boken. То есть, вот, допустим, я сейчас вот здесь вот... Уже после админ блока. Я вот нажимаю... И Chris у меня появляется вот такой. И стоит мне нажать change. И вот такой вот он у нас вылазит. Молодой человек. И вот опять же... То есть, мы упали. У нас прошёл сейф. Как видите, он поменялся, потому что он задиспавнился. Вот такая вот, получается, ситуация происходит. Эти нюансы вы должны учитывать. Потому что я, честно говоря, когда я впервые запустил... Я обосрался. Потому что я подумал, что ничего не сработало. Вот. Оказывается, оно вот так вот работает у нас. По приколу, да, можно, конечно, так побегать. И поиграть. Ну, да. Но таким вот образом, получается, Chris Walker у нас спавнится. В общем, установка, она достаточно простая. И за... Ой, сука. Чуть не умер. В общем, она достаточно простая. И займёт у вас не больше, там, пяти минут. Ну, смотря какой у вас интернет. Потому что сам мод на Chris Walker весь 40 мегабайт. В общем, вот такой сайтик. Я вам скину ссылку на него в описании. Тут у нас разные модели. Ой. Что-то прям плохо аж стало. Ну, вот. В общем, разные модели. Там Outlast Hero Model. Это модель главного героя. То есть, Eddie Tracker. Outlast DLC. Ну, в общем, модели, которые можно установить. Модель на главного героя установится немного по-другому. Там это у киллера можете посмотреть. Тут немножечко отличается установка. В общем, мы заходим сюда. Outlast Enemy Model Demo Chris. Мы заходим. Вот такой вот у нас появляется. Спасибо, не надо. Что мы делаем? Мы нажимаем вот на эту вот ссылку. Скачиваем её. У нас приходит пикер. Пикер. Здесь появляется вот такая вот фигня. Нажимаем сюда. Direct Download. Download. Да. Скачиваем. Я не буду, потому что у меня уже оно есть. Это сам мод. То есть, вот он. Что это? Вот он. Outlast Picker. Мы его открываем. Пока что там. Пока что там. Сам мод. Вот. Пока его никуда не... Ничего пока с ним не делаем. Дальше заходим вот сюда вот. Download Level Launcher Bat. То есть, точно так же его скачиваем. Вот здесь вот. Вот отсюда сейчас вот оно появится у меня. Вот так же скачиваем. Так же Direct Download. Лот, но я не буду, потому что у меня скачиваем опять же. То есть, вот он. Outlast Level Launcher. Дальше. Что мы делаем дальше? Так, в общем, что дальше? Дальше мы закидываем Level Launcher. Так, это немножечко не то. Вот мы скачали. У вас скачается вот такой вот архив. Просто Level Launcher. Вы просто так уберёте, перетягиваете. В Outlast. В директорию. Нажимаете Level Launcher. Он у вас прогрузит всё. То есть, если у вас нету файлов backup, custom и plier models, то он вам их загрузит. Всё. Дальше мы заходим в custom. И сюда мы перекидываем вот этот пикер. Далее мы просто заходим в Outlast. Нажимаем Level Launcher. Вот, всё прогружается. И мы пишем Play Picker. Вот так вот вроде бы, да? Правильно. Но здесь, в принципе, всё написано, как писать. Так что вы можете, в принципе, просто скопировать. Да, спасибо, что так быстро грузишься. Вот. Play Picker. Вот так вот. На этом всё. А, точно. Всё. Чтобы запустить Launcher, ну, точнее, чтобы запустить вот это меню в самой игре, надо нажать F1. Вы нажимаете F1, и у вас появляется меню. Там вы нажимаете Enemy Function и Change Crease Model. Ну, я это всё показывал раньше, уже в начале видео. На этом всё, в принципе. Да. Продолжение следует...